итак всем привет мои дорогие друзья с вами verix game channel verix в мире игр или verix channel true dj либо try dj и так далее сейчас в этом видео буду рассказывать как же все-таки установить фордж на майнкрафт самый простой способ сейчас я вам все по пунктикам разложу во первых вам сам начал нужно установить клиент именно не такой клиент который сейчас увидите а в данный момент скачать какой-нибудь launcher и в данный момент я скачаю свой launcher зайду на мой invite сайт тут вы нажимаете скачать launcher все проверяется антивирусом конспирского вирусов нет нажимаете скачать и так далее после того как вы скачали launcher можете создать вот я этот launcher скопирую сюда например создайте папку где угодно нажимаете ее например создать папку minecraft minecraft verix так вы создали папку кидаете туда мой launcher и потом смотрите что мы делаем дальше заходим в яндекс к примеру в яндекс нажимаете скачать фордж и все просто можете написать скачать фордж что у нас тут вылезет либо вот этот сайт true minecraft либо 9minecraft.net в данный момент я вам посоветую зайти в minecraft 9minecraft.net нажать на minecraft forge и так далее это английский сайт но тут ничего не поделать выбираете вам не нужную версию 152 и до 1.8 например вы видите тут есть инсталлер ну вот латест и рекомендат лучше всего попробуйте скачать рекомендат то что это рекомендуемое что может вполне нормально идти это последняя версия я скачал рекомендат installer windows xe потому что вы просто запустите и дальше будете следовать инструкции чтобы запустить installer jar вам будет нужна я ва ну и как без я вы тоже обычно minecraft у вас никогда не запустится чтобы у вас попер minecraft нажимаете я ва точка ком и все нажимаете загрузить тело согласиться начать бесплатную загрузку все дальше следуйте по инструкции у вас все будет устанавливаться запуститься я ва и все вы короче красавчики молодцы и так далее так после того как установили яву в этом видео я вам еще покажу как все таки установить обычный minecraft и так далее так скачивайте рекомендат installer windows самый обычный и простой способ чтобы установить фордж скачали его вот он у меня в данный момент фордж вы скачали потом заходите в ту папку где вы создавали майнкрафт ну папку с майнкрафтом там лежит мой лаунчер запускаете лаунчер так как мы скачивали с вами minecraft фордж под версию 1.8 но и версия майнкрафта тоже должна 1.8 вводим имя пользователя моем лаунчере он без вирусов без всякой прочей фигни это нам точно не будет нужно и мне тем более вирусами делиться со всеми так что мы тут видим папка с игрой у вас будет майнкрафт верикс то есть то папка где я создавал ну то есть то папка которую я создал майнкрафт-верикс вот это все хорошо тут вы находите строку использовать версию нажимаете 1.8 и скачивать у нас сейчас скачаются все данные файлы для майнкрафта и запустится у нас обычный майнкрафт я вам сейчас все покажу так мы лаунчер скачивается подождем вот у нас папочки видите все пополняется пополняется вот у нас майнкрафт 1.8 хорошо выбирайте язык который вам нужно можете играть в обычный майнкрафт без модов сейчас я вам показал просто как установить майнкрафт с помощью моего лаунчера ссылочку тоже на мой лаунчер я скину под под описание сайт выходим с игры теперь настало время установить forge нажимаем тот установщик который мы скачали с 9 майнкрафт . нет а именно вот с этого сайта запускаем forge как мы видим так директория майнкрафт пожалуйста запустите майнкрафт лаунчер сначала ну во первых запустите майнкрафт лаунчер все это бред мы с вами установили вот в эту папочку который создали на рабочем столе как теперь установите в эту папочку forge нажимаем install клиент но он уже стандартно выбран нажимаете троеточие рабочий стол я сейчас найду свою папочку вот она ведь майнкрафт верикс просто нажимаете open и все у вас эта красная табличка пропадает вы нажимаете окей и у вас будет устанавливаться forge чтобы проверить устанавливать forge заходите в папочку versions и увидите у вас появляется forge все просто так у нас на лс фордж что дальше делать запускаем лаунчер мой не знаю чего на вас то опять прикопался до него запускаем лаунчер мой так проблем не обнаружено хорошо заходите в свой профиль нажимаете изменить профиль и выйдет также релиз 1.8 но мы не листаем ниже находим релиз 1.8 forge нажимаем сохранить и играть тут у вас в той папке где находится майнкрафт появится позже папка mods вот видите появляется папка mods и чтобы проверить будет работать майнкрафт с модами давайте найдем с вами самый какой нибудь не знаю один простейший мод вводим например индустриал крафт сейчас у меня тут лагает что-то достал крафт 2 1.8 вот вот у нас майнкрафт запустился видите майнкрафт forge уже будет у вас написано три мода загружено так выходим пока с майнкрафта сейчас мы с вами скачаем майнкрафт ну индустриал крафт 2 мод чтобы проверить работает ли у нас форж или нет сейчас я поищу индустриал крафт 2 так это отдано но лучше всего конечно популярной версии 1.8 mods и тут мы с вами найдем не знаю индустриал крафт 2 где-то должно быть по любому так ладно тут не находим по любому где-то тут должно у нас быть индустриал крафт 2 ну или в поисковике мы ведем с вами вот он самая первая строчка ввели мы с вами дострел крафт 2 мод вот что у нас все прогрузится листаем ниже у нас есть данный момент только версии 1.7.10 как же быть мы устанавливаем с вами на 1.8 если на этом сайте нет версии 1.8 значит ребята то же самое делаете заново ток устанавливается версия 1.7.10 потому что индустриал крафт есть только вид для последней версии это 1.7.10 но ребята не стоит отчаиваться все таки вы установили первый раз установили форж скачаем какой-нибудь другой мод build крафт например если его тоже не будет поищем еще какие-нибудь моды потому что модов для майнкрафта 1.8 очень мало давайте просто ведем моды вот мы ввели моды какой-нибудь прикольный мод с вами найдем сейчас например зельда свордс скилл какие-то там что-то мечи скиллы но это какой-то непонятный мод так еще давайте посмотрим моды интересные какие-нибудь ну вот что у нас есть мог речерс офигенский мод ребята я вам советую его как мы видите что у нас тут эти тренды появились ну не тренды данного мента ходячие деревья рыбки у нас все новое появляется короче качаем мы с вами дев это последняя версия что или пока не до конца доработанная но все же у нас как видите качается мод мод это мог речерс офигенский мод так он у нас скачался с вами вот у нас видите открылся архив вот у нас джар заходим в папочку mods кидаем этот джар сюда и все и попробуем с вами запустить также лаунчер так уже ничего не менять мы видим у нас тут сейчас справа написано minecraft forge все отлично нажимаем играть и ждем у нас запускается minecraft 1.8 так еще раз повторюсь ребятам для minecraft 1.8 модов очень мало советую установить 1.7.10 либо 1.6.4 вот вы видите уже 4 мода заходим mods мы видим мог речерс давайте проверим нажимаем творческий создаем мир не отчаивайтесь если это версия 1.8 вы также сможете просто запустить лаунчер зайти изменить профиль там выбираете релиз 1.7.10 и то же самое делаете с forge скачиваете для 1.7.10 потом также запускаете лаунчер и запускаете 1.7.10 и все так запустили мы с вами мод мог речерс так что-то подлагивает все таки мы с вами только установили minecraft и давайте мы его с вами немножко оптимизируем сходим настройки графики частоту кадров на максимум графику быстро и нам этого вполне должно хватить чтобы minecraft работал более шустрее сейчас у нас тут прогрузится и так далее вот у нас minecraft уже работает более оптимально но все же лаги есть потому что я записываю и у меня еще куча процессов включено так во первых теперь проверим моды это не моды это уже новый minecraft кирпичи новые всякие появились но это ладно залезем мы с вами сюда и увидим что появилась мог речерс все вы установили мод то же самое делаете с любыми другими модами трава виверны какие-то там трава угра но это не суть давайте пролетимся по миру у нас сейчас лагерь стоки будут не знаю почему мы тут на островке появились и мир какой-то островок что-то у нас с вами не очень таки все появилось это разработчики так сделали или так должно быть звуки какие-то слышите а вон у нас все создается мы где-то с вами появились вот как видите рыбы какая-то там а это типа босс короче в новом майнкрафте такая рыбка лагает конечно жестоко фпс тоже у нас проседает 10 фпс всего 9 но это хрень вообще полная я сейчас выключу skype так же давайте опять заводим создадим мир творческий и тут мы нажимаем большие биомы попробуем создать большие биомы я в данный момент вам показал что появилась новая вкладочка с модами все вполне прекрасно работает запускаем все таки майнкрафт тоже это версия мода недоработанная а вот мы с вами появились уже не на каком-то островке а в нормальном мире чтобы проверить его давайте пролетимся и кстати лагину тоже можно убрать это убрать дальность прорисовки пять чанков поставить будет уже получше конечно но не сначала все прогружаться у вас будет так давайте пролетимся тут деревья тренды эти должны энты стоять еще кстати ничего не заспаунилось даже как вы видите майнкрафт только загрузился потому что нам нужно увидеть хоть одну живность с майнкрафта с нашего нового мода я пока музыку убавлю музыку убавлю так вот а нет это овцы я думал тренды просто они похожи тоже есть там ммм еще пока никто не заспаунился странно мало спауниц потому что мы с вами сделали большой биом ну деревья новые тоже береза дуб а вот вот с мода в обычном майнкрафте нету кабана как вы видите он бегает быстро и лучше всего его не трогать и не подходить потому что это враг что у нас еще с мода появилось это олени или это не олени но в общем таки давайте еще пролетимся чтобы доказать вам как вы видели там деревья такие были они где-то тут должны быть но их что то не видно а лучше всего чтобы проверить работоспособность моды еще раз введем в поисковике энд или как там энд энд вот вот он вот и пожалуйста ходячее дерево мы вам кстати ничего сделать не сможем и это вполне мирное создание вот так вот ребята мы с вами запустили мод и еще раз повторюсь что нужно сделать во-первых если у вас вы только что захотели поиграть в майнкрафт скачать я пишите я ну я так написал сейчас у меня само там исправится заходите я качайте я во-вторых заходите на мой сайт качаете мой лаунчер в третьих вводите фордж скачиваете фордж ну там либо джар либо инсталлер вин как у меня после чего вы скачали когда мой лаунчер запускаете его выбираете определенную версию которая вам нужна под определенный фордж как вы видели максимальный фордж это 1.8 но на 1.8 нету таких модов как индустриал крафт 2 и других модов так что можете сделать то же самое выбрать просто релиз сохранить и играть и так далее после того как у вас скачать и запуститься майнкрафт вы выключаете minecraft запускаете фордж выбираете ту папокку с майнкрафтом ну скачаете фордж той версии которую вы скачали то есть minecraft например 1.7.10 вы скачали тоже самое выбираете папку куда устанавливаем minecraft нажимаете ок и все установился Somens запускаете minecraft у вас появляется папочка mods В папочку mods вы кидаете моды, которые вам будут нужны Но самое главное, не закидывать тогда, когда запущен Майнкрафт Вы должны выключить все процессы с Майнкрафтом Сначала закинуть мод, а потом уже запустить Майнкрафт Ну и все, ребята, в этом видео я вам показал, как установить Forge Подписывайтесь на мои новые видео, ставьте лайки Все ссылочки, которые будут нужны, я скину под видео С вами был Верикс Александр, меня зовут Смотрите мои новые видео на ютюбе До скорого, ребята И до новых встреч